То есть после be или have существительное в единственном числе мы беремся в неопределенном артикле. А если оно во множественном, ничего не надо. Просто ничего не надо. Во всех этих ситуациях существительное во множественном числе идет просто голышом. В некоторых случаях, когда некрасиво смотрится оно, можно поставить либо чей, мой твой, его, ее, либо неопределенные местоимения, some, к примеру, у меня есть время, I have some time. I have time как-то голенько звучит, I have some time уже покрасивее. То есть существительное во множественном числе с артиклем не берутся, но в принципе существительное в английском языке должно использоваться с каким-то фиговым листочком, прикрываться. И вот в данном случае будут использоваться те самые местоимения, some, any, no, для того, чтобы как-то... Если нам не нужно вопрос и нам не нужно отрицание, то мы просто сам поставим для красоты. Так, теперь пошли определенный артикль. С определенным артиклем все то же самое. Мы выбираем, там у нас было новое, а здесь у нас будет конкретное, когда этот или тот или эти или те конкретные, ой, те, этот, тот, эти, те. Когда по контексту, по ситуации понятно, что речь идет о чем-то конкретном. К примеру, я прихожу и говорю, студенты пришли. Я имею в виду конкретных студентов, которые должны были прийти на данное мероприятие. Камеры включены, здесь конкретные камеры. Мы делаем только здесь вывод. Конкретные камеры пошли. Когда я говорю, положи сумку на стол, я имею в виду конкретную сумку, которую имеет вот этот человек сейчас, держит. Либо который, вот он не знает, куда он ее деть, да, положи сумку на стол. Или снимай пальто. Понятно же, что вот это пальто, которое на нем. По ситуации всегда понятно. Если вы не будете ставить артикль, никакой. Это будет звучать, как говорят таджики. У нас неправильное сочетание падежных и родовых окончаний выдает плохое образование. Или нехорошее знание языка. То есть вот если он говорит очень красивый девушка, то понятно, что это неправильное употребление языка. Это ошибка. Понять-то можно, но слух реже. То есть сразу понимаем необразованный таджик. Для этого, чтобы не звучать, как необразованный таджик для носителя языка, они, конечно, толерантные. Если их цель с вами объяснится, они толерантные, они будут с вами общаться. Но все-таки мы же стараемся говорить не так, как таджики. Поэтому стараемся говорить правильно. Учим. Если что-то конкретное, надо говорить the. Существительное всегда надо брать каким-то артиклем, за исключением тех случаев, которые у нас были в предыдущей майндкарте и существенно во множественном числе. Есть два случая, когда для русских не очевидно, что предмет какой-то конкретный. Первое – это когда что-то у нас подлежащее, то есть кто или что. Это позиция, когда обязательно надо брать определенный артикль, если только это не имя собственное. То есть если мы берем там собака добрая, то мы судим о характере только конкретной собаки, а не вообще какой-то неизвестной собаки. Мы не можем сказать a dog is kind, потому что если мы судим о ее характере, значит это конкретная собака какая-то. Или собака черная. Мы не можем сказать, что какая-то неизвестная собака, но зато знаем, что она черная. Даже если мы с этой собакой не знакомы, то мы ее хотя бы видим, и она у нас конкретная собака. Но не всем русским понятно, что вот в этой ситуации надо брать the. И еще та ситуация, которая, это у нас обстоятельства. Место, та часть предложения, которая отвечает на вопрос где. Если мы говорим по телефону, ты где? Я в гараже. Понятно, что in the garage понятно. In garage это уже таджик. In a garage это уже таинственная история. То есть я определяю это место как гараж. Я знаю, что это гараж, я понимаю. Но что за гараж, я не знаю, как я сюда попал, я тоже не знаю. Одним артиклем можно поменять смысл предложения. Например, я постучал в дверь, и голос ответил мне. I knocked at the door, and the voice answered me. The door – конкретная дверь, the voice – конкретный голос. То есть я шел к конкретной двери, знал, куда шел, постучал. И the voice – тот голос, который я ожидал, он мне и ответил. Пошли в следующий вариант. I knocked at the door. Опять дверь конкретная была. Следующий вариант. Дослушайте до конца. I knocked at the door. Дверь была конкретная. And a voice answered me. И какой-то голос мне ответил. В данном случае a voice поставили, получился какой-то неизвестный голос. То есть мы при помощи одного артикля поменяли уже смысл предложения. The voice – там был какой-то конкретный голос, мы его ожидали услышать. A voice – какой-то неизвестный голос. Дальше. I knocked at a door. То есть шел, шел, в какую-то одну из дверей постучал. В принципе ситуация может быть. And a voice answered me. То есть дверь какая-то непонятная, мне неизвестная. То есть их там было много, вот в одну из дверей я постучал. И какой-то голос мне ответил. И теперь последний вариант. I knocked at a door. То есть одна какая-то дверь была, неизвестная, первая попавшаяся. And the voice – о чудо, тот самый голос answered me. То есть вот такие варианты могут быть при помощи одного артикля. Вы сразу поменяли ситуацию. A – новая, the – конкретная. Вот это надо думать. И есть две ситуации, где думать не надо. Вот the – он и единственное хорошо, и множественное хорошо. Вот ему без разницы. A – множественное число не воспринимать, потому что он означает один. А the – он означает и этот, и тот, и эти, и те. Поэтому ему без разницы. Дальше. Мы не думаем в случае, если у вас ее числителя какой по счету. Первый, второй, третий, десятый. Вы будете все время ставить the. The first. Напишу first буквами. Первый. The first. The first. Нет, что the в принципе и единственным числом может быть, с единственным стоять и со множественным числом. Первые люди – the first people. Первый человек – the first man. Без разницы. И последний случай, когда тоже думать не надо, просто надо запомнить, что это самый-самый, если прилагательное у вас есть. К примеру, the best. Вот это надо запомнить. The best – самый лучший. The biggest – самый большой. Итак, делаем обзор. Определенный артикль всеяден. Единственное множественное число, ему без разницы. В основном мы выбираем его, когда нам что-то конкретное надо показать. Этот конкретный или тот конкретный, по ситуации понятный. Сюда входят также подлежащие, когда что-то конкретно там собачка черная, либо где я в гараже. Запомните эти примеры, или можете прям даже подписать их, как опорные примеры. И два случая, когда думать не надо, мы в любом случае возьмем определенный артикль. Это какой по счету – the first, the fifth, the tenth и самый-самый – the best. Это наши опорные примеры. Так, теперь я закрываю эту майндкарту, начинаем вспоминать ее. По центру у нас было V. И еще две маленькие стрелочки, обозначение единственное множественное число. Вверх какой цвет пошел? Красный. То есть мы здесь должны помнить выбор какой-то делать, что это что-то конкретное. И два ответвления вбок пошло. Здесь у нас было что? Подлежащее. То есть оно у нас всегда, если это не имя собственное, идет с определенным артиклем. А здесь было где, да, место какое-то. Его мы тоже в основном берем с определенным артиклем. Оговорочка такая. Если вы человеку говорите in the garage, понятно, чтобы он знал, что с вами все в порядке. Если человек спрашивает, где ты останавливался, когда ты жил на Мальдивах, вы говорите in a hotel или говорите in the hotel. По сути, без разницы. Вот здесь без разницы, что вы in the hotel сказали, in a hotel сказали, вот здесь без разницы. Я работаю в офисе, можно сказать in an office, можно сказать in the office, здесь тоже нет особой разницы. Если только вы не хотите показать, что именно вот в этом офисе работаю, но тогда скорее это будет in the office. То есть есть пара-тройка моментов в офисе, на заводе, например, в компании, в одной компании, in account for a company, на компанию работаю, не на себя, и останавливался в отеле. Вот тогда будет A. Ну, можно сказать A, можно сказать Z. Так, и сюда вниз у нас уходило два зелененьких, которые нужно запомнить. Здесь у нас было какой по счету, а здесь было самый-самый. Закрыли ту майндкарту, которую вы рисовали, и перерисуйте ее заново. In an office, in the company. Можно, да. Можно сказать in an office, in the company. In an office, ну, я работаю в офисе в одной из компаний, in an office, in a company. И тогда это будет, ну, в одном офисе, в одной компании, то есть вы не хотите вдаваться в подробности, вы можете сказать in an office, in a company. 10 секунд осталось. Заканчиваем задание. Закончили задание. Сравниваем майндкарту, которую я написала, с тем, что нарисовали вы. Так. Повторяем еще майндкарту на неопределенный артикль. Так вот, прям вот глазами раз и посмотрели. То есть помню, не помню. Возвращаемся, в принципе, к артиклям. То есть мы разобрали с вами неопределенный и определенный. У определенного артикля есть еще одна тема. Это когда с географическими названиями употребляется определенный артикль. На это отдельная майндкарта. То есть чем хороша майндкарта? В принципе, можно было сейчас вам рассказать, где он не употребляется и все. Но с географическими названиями Z тоже употребляется. Мы можем его включать, можем не включать. И сделать отдельную майндкарту. Поехали. Где мы употребляем с географическими названиями? Итак, Z в географии, в географических названиях. У нас будет по методу исключения. Вот в этих случаях мы употребляем Z. А если не эти случаи, то вообще ничего не употребляем. Есть ряд географических названий, где нужно употреблять Z. Это, во-первых, это все, что вода. Реки, моря.